По книге Юрия Олешин Три толстяка Часть первая Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Так начал писать Юрий Олешин свою книгу «Три толстяка». Время волшебников прошло. И хотя вся эта история, которую вы сейчас узнаете, полна самых необыкновенных, можно сказать, волшебных приключений, в ней нет ничего необычного. Всё, о чём здесь рассказывается, делали никакие не волшебники, а самые обыкновенные простые люди. Был такой доктор. Звали его Гаспар Арнери. Доктор Гаспар был учёный. Мудрее и учёнее его не было во всей стране. Он изучил около ста наук. Однажды летом, когда выдалась очень хорошая погода, доктор отправился в далёкую прогулку за город, чтобы собрать некоторые виды жуков и трав. У городского вала толпился народ. Огромные железные ворота были наглухо закрыты. — Что здесь происходит? — спросил доктор молодую женщину. — Ах, неужели вы не знаете, что сегодня оружейник Проспера и гимнаст Тибул повели народ на штурм дворца трёх толстяков? В это время завалом ударила пушка. Гром запрыгал, как мячик, и покатился по ветру. — Проспера! Проспера! Долой трёх толстяков! — закричала толпа, наседая на ворота. С высокой старой башни, на которую забрался доктор, было хорошо видно происходящее. Множество людей бежало по направлению к воротам. Они удирали. Гвардейцы на лошадях гнались за ними. Громадные железные ворота распахнулись во всю ширину. В них влетели ремесленники. Они падались, обливаясь кровью. По их головам скакали гвардейцы. Оружейника Просперо тащили к петле. Народ был побеждён. Только к вечеру, измученный, потерявший в суматохе очки, каблуки и шляпу, доктор добрался до центра города, площади Звезды. «Как странно!» — думал он. «Горят огни, мчатся экипажи. Неужели эти люди не знают, что произошло сегодня утром? И могут жить, как жили вчера?» На углу цветочницы продавали розы. Нарядная дама с девочкой покупала цветы. «Я покупаю эти розы в честь нашей победы. Мы победили, а оружейник Просперо сидит в клетке». В это время пробегал мимо мальчишка. «Ничего, графиня! Оружейник Просперо в клетке, а гимнаст Тибул на свободе!» «Гимнаст Тибул на свободе!» «Гимнаст Тибул на свободе!» — разнеслось по площади. Извозчики, кучера, цветочницы с восторгом передавали друг другу это известие. Обрадованный доктор решил, что может, наконец, отправиться домой. Но вдруг вся площадь пришла в движение. Все стали смотреть вверх. «Вот он! Вот он, Тибул! Браво, Тибул!» Радовались они. Другие были возмущены. «Никуда не убежи, жалкий фигляр! Тебя подстрелят, как зайца!» Там, в вышине над площадью, перекрытой стеклянным куполом, по одному из тросов, протянувшихся от домов к самому большому в мире фонарю, который назывался звездой, двигалась маленькая фигурка в цирковом трико. Это был гимнаст Тибул. Его искусство ему пригодилось. Тибулу нужно было пробраться на противоположную сторону площади. Тогда бы он мог бежать в рабочие кварталы. На площади появились гвардейцы. В полной тишине раздался голос офицера. «Сейчас я выстрелю!» И он свалится в бассейн. Раз, два, три! Выстрел грохнул. Тибул продолжал идти. А офицер свалился в бассейн. Его убил один из гвардейцев. «Собака!» — сказал гвардейц. «Ты хотел убить друга народа!» Тибул уже дошел до фонаря. Тут произошло такое, чего никто не ожидал. Гимнаст повернул какой-то рычаг и... Фонарь мгновенно потух. А в следующую минуту в темном куполе открылся бледный квадрат. В него пролезла черная фигурка, и было слышно, как кто-то быстро побежал по стеклянному куполу. Пережив необыкновенный день и необыкновенную ночь, доктор Гаспар Арнери вернулся, наконец, домой. Несмотря на усталость, он взял толстую книгу, в которой записывал свои рассуждения о важных событиях. А вдруг он услышал шум. Доктор глянулся, и с камина вылез человек. Это был гимнаст Тибул. На другой день на площади суда плотники строили десять плах для мятежников. Таков был приказ трех толстяков. Дух сильный ветер. Он раскачивал вывески, срывал шляпы с прохожих. А с продавцом воздушных шаров, наблюдавшим за постройкой плах, случилось совсем невероятное. Он был унесен шарами в воздух. Он летел, как хороший одуванчик. — Это возмутительно! — вопил продавец. — Я не хочу летать! Все было бесполезно. Ветер гнал его в сторону дворца трех толстяков. Во дворце готовились к парадному завтраку по случаю подавления мятежа. Через несколько минут продавец влетел в одно из окон дворца и с размаху сел во что-то мягкое. — Торт погиб! — сказал младший кондитер сурово и печально. — Чепуха! — возразил старший так же сурово. — Разноцветные шары и смешная рожа послужат прекрасным украшением для парадного торта. — Давай, грем! Продавца, или вернее торт, принесли в зал и поставили на стол. Продавец открыл глаза. Сердце его запрыгало, как копейка в копилке. Он увидел трех толстяков. — Хо-хо-хо! Какой чудесный торт! Посмотрите на шары! Они восхитительны! Посмотрите на эту рожу! Она чудесна! Давайте сначала отрежем голову и посмотрим, что там внутри. В этот момент раздался громкий крик. — Кукла! Моя кукла! Это был наследник Тути. У трех толстяков не было детей, но они хотели иметь наследника. Своим наследником они сделали Тути. Он рос во дворце. Три толстяка устроили ему зверинец, чтобы он слышал голоса зверей и учился быть жестоким. Кроме зверинца у наследника Тути была кукла. Кукла имела вид девочки, умела стоять, сидеть, улыбаться и была такого же роста, как и Тути. Общество куклы Тути полюбил больше общества зверей. Сначала эта кукла имела жалкий вид. Платье ее было изорвано и на груди чернели большие дыры. Бордейцы кололи мою куклу с саблями, схлипывая рассказывал наследник. Они кричали. У трех жирных свиней растет волчонок. Вот тебе волчонок. Моя кукла умерла. Какое горе. Маленький Тути не был волчонком. — Что? — заорали толстяки. — Что? Бордейцы? Кололи? Саблями? Куклу-наследника Тути? И весь зал сказал тихо, как будто вздохнул. — Этого не может быть. Государственный совет собрался на совещание. Слово взял канцлер. Горе наследника Тутти не имеет границ. Куклу нужно исправить. В городе живет доктор Гаспар Арнери. — Этот человек может сделать все. Через несколько минут карета с чиновником и куклой выехали из дворца и направились к дому доктора. Да, а что же произошло с доктором? Вы помните, мы расстались с ним, когда в его комнате появился гимнаст Тибул. Это было на исходе ночи. А среди дня доктор снова вышел на улицу. Рядом с ним шагал негр. По дороге их догнала карета с чиновником. — Вы доктор Гаспар Арнери? — Я. — Садитесь немедленно в карету. В карете доктор увидел прелестную девочку в нарядном платьице. Чиновник прочитал доктору приказ трех толстяков. — Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру, — сказал чиновник и приказал отвезти доктора домой. Оставшись один, доктор с любопытством стал рассматривать куклу. Она может показаться девочкой, превращенной в куклу. Наступил вечер. Как вы помните, доктор не сомкнул глаз в прошлую ночь. Ему очень хотелось спать. Под мерный стук колес доктор задремал. Когда он проснулся, карета уже стояла около его дома. Доктор протянул руку за куклой, вдруг куклы не оказалось. Очевидно, пока он спал, она выпала из экипажа. Доктор поспешил отпустить карету, чтобы кучер не заметил пропажи, а сам, не заходя домой, отправился на поиски. Он внимательно осматривал дорогу, но ничего похожего на куклу не было видно. — Ну, ясно, — бормотал доктор, — как это раньше не пришло мне в голову. Кукла была живая. Я заснул, а она убежала. Трудно сказать, сколько времени шел он так. Доктор страшно устал и очень хотел есть. Вдруг он почувствовал запах жаркова. Он увидел невдалеке свет. Свет падал из щели, неплотно прикрытой двери странного дома на колесах. Доктор постучался. — Кто там? — Я доктор Гаспар Арнери. — Пожалуйста, доктор, пожалуйте. Балаганчики дядюшки Бризака всегда рады вас видеть. Довольно ночных странствий доктор обрел приют и ужин. Он не раз видел выступление цирковой труппы дядюшки Бризака. И о докторе Гаспаре Арнери помнили в балаганчике. — Пожалуйте, — приглашал доктора старый клоун. — Мы вас очень любим. Помните, вы однажды вступились за мою девочку, когда ее за песенку хотела побить однознатная старуха? — Да-да, помню. Ваша девочка пила песенку о пироге, который предпочел сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого богача. — Да, моя девочка сказала тогда, что вы ее спасли. Сейчас я ее позову. Старый клоун произнес странное имя, как будто раскрыл маленькую деревянную коробочку, которая трудно раскрывается. — Сок! Из-за перегородки выглянула девочка. Доктор посмотрел на нее и обомлел. Это была кукла наследника Тути. Конец первой части. Спешим слушать вторую. Спешим — Продолжение следует...